Тенденция к изолированию людей друг от друга, к погружению в какую-то виртуальную реальность, в себя, для меня просматривается, потому что я как психолог, как терапевт часто порою являюсь для людей, если не первым человеком, тем редким человеком, с которым можно поговорить и тем более обняться. То есть такой опыт бывает даже самый первый у людей. И это для меня очень грустно, потому что, ну как же так? Человек прожил 20-30 или 40 лет, и он ни с кем не был близко, он ни с кем не делился своими переживаниями, он, возможно, даже ни до кого не прикасался и не был никем обнят и никому не давал объятия. То есть у меня обычно это вызывает чувство грусти очень большое, когда я это вижу в людях. То есть очень часто вот на наших вечерах свободное объятие приходят люди, они делятся своим каким-то детским опытом, когда говорят, у нас в семье вообще не было принято, и сейчас не принято обниматься. То есть есть какие-то формальные объятия при встрече, допустим, при расставании, в лучшем случае. А так, чтобы это было, ну, что-то про близость, про тепло в отношениях, когда эмоции такие, нежность, допустим, да, или теплота к другому человеку, требуют какого-то продолжения в виде телесности. Вот, нету. И, естественно, они вырастают, у них нет просто об этом понятия, нет опыта. В опыте такого не прописано. В самом-то деле потребность в телесном контакте – это такая природная, естественная потребность человека. Ребенок рождается, и первый год жизни – это единственная потребность человека, ну, ребенка, быть на руках у матери, чтобы она его гладила, чтобы она его носила на руках, чтобы она его обнимала. То есть это вообще самая важная потребность. И дефицит вот этот зарождается еще там. Считается, что первый год жизни ребенок должен провести вообще на теле у матери. То есть он должен быть постоянно в таком состоянии слияния телесного с материнской фигурой. Проявления могут быть самые разные. Они могут проявляться в депрессивном характере, например, когда у человека хроническая какая-то депрессия, подавленное состояние. И он не понимает причины. В общем, таких, может быть, явных причин нету для этого. И когда в терапии мы выходим на, ну, в общем, на какие-то телесные вещи, и проходим через вот этот страх приближения, прикосновения и объятия, когда человек получает вот этот опыт, он вдруг меняется совершенно, то есть он расцветает, как будто, знаете, дали какой-то вот микроэлемент, если вот в сравнении с пищей, с пищевой, в пищевой метафоре, какой-то вот редкий микроэлемент, которого вот не хватало для того, чтобы тело начало как-то поправляться. И тогда возникает просто потребность, как начинает осознавать это и брать, ну, говорить, я хочу этого, ну, давай обнимемся, или посиди со мной рядом, или, ну, погладь меня. Я бы сказала, что вот обнимать на того, кого захочется, потому что если мы это будем делать через силу, то явно ничего не изменит, в общем-то. Это просто, ну, формальность, опять же, какое-то насилие над собой. То есть мне важно следовать своему внутреннему импульсу. Когда мы проводим вечера, свободное объятие, то всегда есть такое правило, что правило стоп, то есть никто не может кого-то обнимать помимо его воли. Это раз. А второе, важно прислушаться к себе. Кого из присутствующих я вот хотел бы обнять, готов обнять. Если речь идет о родных, то тоже, знаете, объятие, как способ, что ли, насильно что-то изменить в отношениях, ну, чаще всего не работает. Потому что если за этим стоит какой-то конфликт такой уже давнешний, да, и вот мы пытаемся вот через объятие это решать механическим каким-то путем, чаще всего нет. То есть важно, наверное, сначала почувствовать вот этот импульс. Ну, а если все-таки отношения как-то начинают настраиваться, и что-то проясняется, и возникает вот эта потребность, то, конечно же, нужно обнимать. Ну, по разным источникам кто-то говорит, что надо там не менее семи раз за день обняться, кто-то больше, кто-то двадцать. Ну, это уже, в общем, такие, скажем, нюансы. Но на самом деле объятия, они создают более теплую атмосферу в отношениях, в семье, когда каждый при желании может вот это сделать, подойти, прикоснуться, погладить, обнять своего близкого человека. Правил не существует. Опять же, для меня важно здесь чувствовать свое собственное тело. Если есть вот этот контакт с телом, то мы почувствуем, и как мы хотим обнять, насколько плотно прижать к себе, какой продолжительности должно быть объятие, когда уж точно хватит. Вот только опираясь на собственные ощущения, можно это вычислять, определять. Людям, которые осознают, в общем, что у них есть проблемы с тактильным контактом, с телесным контактом, с другими людьми, для начала, в общем, надо признать, что это является дефицитом, что это является проблемой, потому что, знаете, невозможно лечить болезнь, если ее нет. Человеку необходимо признать, что это как-то, вот, ну, если не портит его жизнь, то как-то сильно обедняет. Если есть такое осознавание, то дальше, ну, знаете, важна как-то постепенность, наверное. Некоторые люди, которые избегают телесного контакта, они часто избегают и какого-то визуального контакта, они боятся смотреть в глаза, например, долго другому человеку, потому что это тоже своеобразный телесный контакт, только на расстоянии. Поэтому, ну, пробовать я бы рекомендовала для начала, ну, вот, установить какой-то визуальный контакт с человеком и побыть в нем немножко. То есть, ну, в принципе, постепенности такой. Как-то пробовать прикасаться, ну, вот, хотя бы немножечко, там, до руки прикоснуться, и смотреть, что со мной происходит, насколько, вот, я готов двигаться дальше. Ну, есть такие, есть какой-то, вот, страх перед этим. Ну, и я приглашаю сегодня в наш центр, психологический центр, прийти на, отпраздновать вместе с нами, с сотрудниками нашего центра, Всемирный день объятий. Мы, узнав, что есть такой день, очень воодушевились, потому что мы регулярно проводим вечера свободных объятий, а тут целый день. И приглашаем всех желающих с 16.30 до 20.30 прийти к нам в центр и, ну, получить опыт, вот, телесных контактов, объятий с другими людьми, прикосновений, просто разговора. То есть, приглашаю, и в первую очередь тем, кто, слушая вот сейчас нас, решил, что у него есть с этим какая-то проблема, какая-то сложность. Ну, и, конечно же, тем, кто любит, это уже давно, любит получать удовольствие от объятий, тоже я приглашаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!